Всем привет! Все из нас знают раскрученные, разрекламированные спорткары известных марок, типа Феррари, Ламборджини и Порше, на которые снято огромное количество тест-драйвов, обзоров и различных тестов, в которых эти автомобили разбирают буквально по винтикам. Но есть и другая группа спорткаров, о которых не говорят так много, и о которых вы могли даже и не знать. Некоторые компании слишком новые, и их автомобили еще не обросли вниманием публики. Но эти суперавтомобили ничем не уступают своим именитым собратьям, а в некоторых показателях даже их обходят. В этом видео вы узнаете про 6 таких автомобилей. Автомобили марки Венсер. Эта компания была основана в 2010 году в Голландии Робертом Кобеном. Его целью было создание нового супербыстрого фантастического спорткара, который бы не уступал по характеристикам именитым маркам, но имел бы более демократичную цену. Роберт набрал в свою команду талантливых инженеров и таких же энтузиастов, одержимых похожими идеями. И вот вся эта команда, вдохновленная прототипами Лимана 80-х годов, представила миру после трех лет усиленной работы свой спорткар под названием Венсер Сарзе. Как заявили разработчики, этот автомобиль сочетает в себе прошлое, настоящее и будущее. Его необычные формы сразу привлекают к себе внимание, а технические характеристики впечатляют запасом мощности. Его 6,3 литровый мотор V8 Supercharged способен выдавать 622 лошадиные силы, что в сочетании с небольшим весом этого спорткара дает бешеную динамику, и на каждую лошадку приходится 2,2 килограмма, что весьма впечатляюще. Стоит отметить, что тираж этих автомобилей очень небольшой, и в сочетании с более доступной ценой, в 350 тысяч долларов, выглядит довольно привлекательным вариантом на фоне конкурентов. Резвани Бест. Этот зверь родом из Калифорнии. Сразу бросается в глаза его футуристический корпус из углеродного волокна. Из-за этого вес спорткара составляет всего 750 килограмм при 500 лошадиных силах. Очень внушительные показатели. Один из дизайнеров, работавших над этим автомобилем, ранее работал в компании Феррари, что можно заметить по формам передней части автомобиля. Этот авто для истинных фанатов спортивного стиля. Он не имеет ни дверей, ни крыши. Поэтому вы вряд ли увидите толстенького пожилого миллионера на этом автомобиле. Да и девушка, скорее всего, не захочет туда лазить с городских тротуаров. Есть, конечно, трудности в такой конструкции, но они нисколько не пугают желающих приобрести этот уникальный спортивный автомобиль. Следующий спорткар родом из Канады. Его название Felino CB7. Компанию Felino основал автогонщик Антуан Бесет. Требования к автомобилю были конкретные, сложившиеся из собственных ощущений за годы карьеры в автоспорте. Он должен быть легким, быстрым и допущенным на дороге общего пользования. Антуан Бесет применил свои знания на практике. Особенностью этого спортивного автомобиля стали не его технические характеристики, а его цена в 100 тысяч долларов. Но и по технической части все в полном порядке. Мотор мощностью в 530 лошадей отдает всю свою мощь на заднюю ось, что несомненно вызовет интерес у любителей подрифтовать на парковках. Корпус имеет уникальную запоминающуюся форму. Изготовлен из легкого материала, что значительно облегчило вес автомобиля, который составляет всего 1135 килограмм. SGC003 Scuderia Cameron Glickenhaus. Американская компания, создавшая лимановский болид в шкуре Gran Turismo. В формах этого спорткара прослеживаются очертания марки Ferrari. Именно их автомобили послужили вдохновением для создания этого спортивного монстра. Презентация прошла в 2015 году в рамках Женевского автосалона. Этот автомобиль выпускается в двух модификациях, так называемая гражданская версия и гоночная. В гоночной версии установлен менее мощный мотор, за счет чего снижен вес и достигнута идеальная развесовка по осям для скоростного прохождения виражей на гоночном треке. В апреле 2015 года трековый вариант SGC003 установил абсолютный рекорд северной петли Нюрбуринга, преодолев круг за 6 минуты 42 секунды, что на 5 секунд быстрее предыдущего рекорда, установленного суперкаром Пагани Зонда. Римакс. Этот спортивный автомобиль производят в Хорватии. Признан одним из самых быстрых электрических автомобилей в тесте на гоночной трассе. В соперничестве с Теслой P90D и Феррари Ла Феррари показал лучшее время, что вызвало большое удивление и внимание к этому автомобилю. Четыре электродвигателя этого суперкара в сумме выдают 1088 лошадиных сил. По заверению инженеров-разработчиков этого автомобиля, он способен не только к красочным коротким стартам, но и к длительной скоростной езде, что не свойственно для других спортивных электромобилей. Преимущество электрических моторов над бензиновыми в их мгновенном рывке с места при нажатии на педаль газа. На машинах с двигателем внутреннего сгорания такого добиться в принципе невозможно. Требуются какие-то доли секунды на сгорание топлива. Трион Немезис. Ну и последний суперкар мир еще не увидел. Разработчики из американской компании Трион Суперкарс заявляют о запланированной дате выхода на 2017 год. Инженеры из этой компании заявили о некоторых характеристиках этого суперавтомобиля. И эти характеристики потрясли всех мировых производителей спортивных автомобилей. Немезис будет приводиться в движение 9-литровым битурбированным V8. Мощностью порядка 2000 лошадиных сил и максимальной скоростью свыше 450 км в час. Что сделает его самым быстрым автомобилем в мире и оставит позади Бугатти Veyron Grand Sport. Но пока это все только заявление инженеров. И убедиться в этом мы сможем только в конце 2017 года. А Veyron рвет асфальт гоночных трасс сегодня. И кто знает, как готовятся разработчики Veyron к этому событию. Может быть тоже приберегли ответный сюрприз. Но об этом мы узнаем в ближайшем будущем. А на сегодня все. Поддержите канал подписками и лайками. Буду рад новым друзьям. Всем спасибо и пока.